всем привет что я нашла такую классную подкормку прикормку добавку вернее нашла она давно уже всем известно и наконец-то нам привезли целый мешок эту подкормку прикормку биодобавку можно давать круглогодично лошадям заходим вот у нас тут грей греется мои тапочки стоят да грейка там соль у нас тут практический вклад ты пошел сейчас я вам покажу эту подкормку уголь для шашлыков ну как же обязательно на конюшне делать вот он мешочек вот она моя прелесть целый мешочек это подконка прикормка биодобавка называются семена давать ему для тех кто любит давать лошадям круглогодично всякие разные прикормки лечить лошадей взяли семена и скармливать и лошадку особенно полезно давать осень весна переходы когда лошади меняют очень хорошо влияет на пищеварительную систему на копытный рух на лосяной покров лошади блестящие становятся просто это можно давать еще лошади которые больные либо с профилактической целью то есть даст и язвенники все у кого были колики когда-либо были колики либо выздоравливающие лошади можно здоровым профилактически давать самая крутая самая моя любимая биодобавка будем так называть сейчас мы раскроем мешок и посмотрим как она выглядит как выглядят эти волшебные семечки кстати семена еще используют от пролежней засыпают делают подушечки семена скользит и пролежни не образовываются то есть идет такой себе массаж открываем не всегда проблема вот так открывать мышцу мешочек знаете как поддеваешь и за одну ниточку вытягиваем сейчас попробуем потому что мне никогда с первого раза не получается раз-раз и все и потянули за веревочку знаю какую веревочку тянуть я пока найду эту веревочку врезала и все ничего вот потянул не тянется начинаем с другой стороны весь мешочек раскрыл волшебство моя прелесть просто это супер 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 наши лошадки будут кушать сейчас я вам покажу поближе вот такие у нас зернышки в мешочке вот вот такие он бывает по моему белым еще иногда цена варьируется то дороже белый то дешевле этот поэтому целый мешок это круто получается можно скармливать я покажу как моего готовим и чаще всего встречаются два способа приготовления один из покон веков заваривали лен кипятком заливали проваривали образовывалась вот такая слизь которая при потреблении лошадью обволакивала пищеварительную систему скажем так и лечила заживляла раны всякие язвы даже ходили легенды начинающие язвочки способна эта слизь подлечить залечить даже вылечить если мы не зальем холодной водой поставим на плиту мы получим обязательно прозеваем и получим всю плиту залитую эту слизью которая ужасно убирается просто проще насыпали распасулю всем этим насыпали на глаз ну не знаю можно на лошадь стакан а то два то есть переборщить в принципе нереально налили у меня чайник вскипятился хорошенько залили водичкой так чтобы хорошо покрылась даже можно сколько семечек столько воды и больше поставить на плиту и обязательно все время эту жидкость нужно помешивать потому что как только вы куда-то отвернулись повернетесь все вот это будет прекрасно залито просто пеной вот этой слизью сразу с криской то есть мешаем до самого закипания думаю кто из конников как раз варил и он он у него сбегал не знаю сколько раз за жизнь у меня и он сбегал вроде казалось бы потом раз и все и она довели до кипения на минимальный огонь поставили и тоже надо периодически смотреть потому что сверху пенкой покрывается выхода воздуха нет и начинают выходить достаточно проварить 10-15 минут раньше варили 40 и считалось 40 минут и час нужно варить но думаю это очень много потому что слизь все равно одинаковая получается поэтому оставляем на плите и пускай она варится тоже далеко убегать не надо и желательно вообще нити никакие интернеты никуда все время следить помешивать вот такая образовывается пеночка это очень сильно кипит поэтому прям медленно-медленно должно кипеть у меня прям закипает и страшно потому что вот эта беленькая если сейчас покроет все то она быстро-быстро вытечет наружу я пока прикручу прям сильно прикручу видите она сейчас надо убрать сразу и как только видите что он поднимается пена нужно сразу убрать с огня подождать пока она сойдет поставить обязательно помешать вот нашему лошадку сегодня но это на вот этот ковшик на две лошадки то есть если на большое количество лошадей то это должна быть кастрюля большая немаленькая кастрюль видите как он быстро и только поставила и снимаем поднимаем чуть-чуть остыть потом часик настаивается и когда желешка такая образовывается все дается можно как так скармливать лошадям больным лошадям вообще заливают со шприцов также можно с кашкой или с овсом тоже помешали вместе с овсом и дали лошадка скушала ну мало таких лошадей которые отказываются это есть второй способ мне он просто приготовлением больше нравится я люблю отварной лен считаю что он более многие считают там синяная кислота еще какие-то именно процессе варки образовываются и используют взяли обычную кокемолку насыпали и прокрутили хорошенько в кокемолке зерна распадутся и эти же семечки высыпаем кашу все ничего не надо никакой варки никакой плиты и грязной все абсолютно просто помололи посмотрели и отдали просто если семечки не размолоть они транзитом выйдут из лошади а так усваиваемость усваиваемость усвояемость 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 она выше пищеварительная система справится и достанет туда все полезные вещества вот в принципе все вот это такая полезняшка можно делать на сегодня все всем пока я вспомнила пожалуй есть еще третий вариант рано попрощалась с кофемолки то что переломололи кофемолки то же самое высыпали в кастрюльку и залили кипятком настоялась и у вас тоже получится такая слизь кому нужна именно слизь которая обволакивает можно и так сделать либо отварить либо помолоть на кофемолке залить горячей водой вот вспомнила третий пользуйтесь и даже вымыть посуду от этой слизи видите какая она слизкая специально вот отдельно снимаю невозможно просто это превращается какое-то уменьшение вся мойка будет слизи все просто будет в слизи так что готовьтесь к тому то есть ли должна быть вот такая уже коням отдала такая тянущаяся вот такая слизь ху-ху-ху